31 мая прошёл ежегодный отчёт губернатора Приморского края Олега Кожемяка перед законодательным собранием. Обратили внимание на все сферы жизни Приморья, в том числе и на жилищно-коммунальное хозяйство. В сфере ЖКХ идёт работа по модернизации систем водоснабжения и водоотведения. Самые масштабные комплексные работы по замене тепловых сетей провели во Владивостоке. Здесь отремонтировано 24 километра сетей на 4-5 миллиарда рублей. Жители города высказали своё мнение про модернизацию. Вся вот эта система водоснабжения имеет такое свойство изнашиваться и это предотвращает соответственно аварии, которые периодически происходят. Поэтому я отношусь к этому положительно. Надо делать всё и не надо запускать. Я считаю, что если модернизация была проведена на достойном уровне и эти вложенные деньги, правда, смогут как-то изменить ситуацию, тогда это здорово. Я надеюсь, что модернизация пройдёт как можно скорее и мы заметим эффект от этих вложенных денег, что, возможно, ремонты труб станут менее частыми, чем есть сейчас. Ну, надеюсь на какой-то эффект. В модернизацию участвует большинство генерирующих компаний Приморья. Одна из таких – Примводоканал. Помимо плановых ремонтов, они начнут строительство станции очистки воды из подземного месторождения «Пушкинская депрессия». Ремонтные работы на сетях водоснабжения и водоотведения производятся согласно капитальному ремонту своими силами. Качество воды соответствует нормам. На сегодняшний день в связи с аварийно-ремонтными работами отключение произведено по пяти адресам. Пушкинская депрессия является закрытым источником воды и имеет высокое качество. Но чтобы вода соответствовала нормам Санпина, необходимо снизить в ней содержание железа. На данный момент готовится документация для определения подрядной организации и продолжения работ по строительству станции обезжелезования. Специалисты подсчитали, что подземное водохранилище позволит обеспечить треть суточной потребности в воде Владивостока, Артема и Надеждинского района, то есть давать порядка 250 тысяч кубометров воды в сутки. Несмотря на то, что компания «Приморские тепловые сети» не участвует в модернизации, они также поделились информацией про запланированные текущие ремонты, а также объяснили, насколько по времени у жителей города может отсутствовать горячая вода. В этом году у нас запланировано более 20 перекладок, в том числе новое строительство, есть районы города, которые растут, для которых необходима прокладка новой теплотрассы. Также перекладки есть у нас с увеличением диаметра, а также перекладки старых изношенных у участков сети, где будет размещена уже новая труба. Большая перекладка у нас идет к улице Катерна, это район города Патрокол. Там сейчас в данный момент происходит укладка трубы, укладка лотков, туда укладываются трубы. Для того, чтобы город у нас растет, для того, чтобы обеспечить город теплом, необходимо эту трубу новую проложить. Также у нас есть на улице Стрелочной перекладка с увеличением диаметра, тоже для того, чтобы большее количество потребителей доставлять качественный ресурс. По возможности отключение воды не происходит, когда есть такая возможность. Например, когда новая труба у нас тянется, там отключение не производится, будет произвести отключение, то в момент присоединения этой трубы к существующей трассе. Если мы говорим про перекладку запланированные, сроки зависят от того, какой длины труба укладывается. Если есть небольшие участки, она там бывает и за день может справиться. Если мы говорим про устранение каких-то аварийных ситуаций, то тут уже счет на часы. Сейчас проходит реконструкция Владивостокской ТЭЦ-2, которая охватывает несколько районов города. Отключение горячей воды у Ленинского и Первомайского района продлятся до 21 августа. До 17 июля включат теплоснабжение Первореченскому району. Сейчас там идет ремонт на магистральной теплотрассе. Диана Иванова, Денис Фадеев, Вероника Федорцева. Новости на Восьмом.